Русская идентичность, конечно, это, прежде всего, способность выпить невероятное количество какого-нибудь омерзительного напитка. Что-то должно быть горькое, отвратительное. В идеале это денатура, чтобы почувствовать всю невыносимость этой жизни, русской, русской идентичной жизни. Соответственно, закусывать чем-то вкусным противопоказано. Нужно занюхивать подсупницей или, если ты пропотел, подмышки отлично просто отбивают запах денатурата. В принципе, конечно, пить водку это уже не совсем по-русски. Пить надо, конечно, денатурат. Истинно подается, как Венчик Ирофеев говорил, в денатурированном виде. Но можно пить, например, одеколон. У Венни Ирофеева все эти коктейли, там у него, конечно, шуточные коктейли, но одеколон реально пили. Клей БФ подходит, его подготавливают определенным образом. Это тоже такой русский народный напиток, идентичный. Ну, то есть это все через еду и питье? Нет, это через какое-то поведение. Человек одет должен быть ужасно, как полный ведущий. Желается что-то лагерное, телогрейка какая-то. Он не может быть красиво одет. Это я уже как еврей оделся сейчас. Так, а вот это... Отлично. А перформанс, посвященный... Да, в 2006 году я делал такой перформанс в Красноярском музее государственном. Раньше это был, кажется, музей имени Ленина, прямо на берегу Енисея находится. Я делал такой перформанс. Заголовок был «Как стать русским». В результате перформанса всем желающим выдавалась справка с печатью Государственного музея, что с этой минуты человек считается русским. Перформанс был очень простой. Все желающие могли принять участие. Человек должен быть выпить залпом стакан водки 200 граммов. Он мог морщиться, кашлять, плеваться, но залпом должен быть выпить стакан водки. Это первый этап русификации. После этого человек становится на 30% русским. Затем я его обкладывал трехэтажным матом из своего Ставаря Русского мата, большим Петровским загибом. Если все эти страшные оскорбления на протяжении минут 5 человек мог выдержать и выслушать, он становился уже на 60%, на 66% русским. И в конце перформанса я давал человеку поебать. Я пощечину, тяжелую пощечину, чтобы синихов не было, но чтобы голова не отвалилась, но так тяжелой рукой. После этого я выдавал всем, кто это смог выдержать, справку государственную, в Государственном музее с печатью, что с этой минуты человек прошел полный курс русификации, с этой минуты считается абсолютно русским. Конечно, эта идея быть русским, она чисто культурная, и надо просто принять все эти стереотипы, и ты будешь русским. Дайте мне ватник, выгоните меня на мороз, и я буду и пашить тройной одеколон, и буду чувствовать себя русским, и занюхивать его каким-нибудь говном. Поэтому, конечно, это некая идея, идеология просто. В реальности ничего этого нет. Конечно, я чувствовал себя русским человеком. Я, кстати, был освобожден от армии в 82-м году, я пошел в военкомат, просил меня призвать в боевые части, потом попросился еще дальше на север, очутился в отдельном десантном батальоне морской авиации Северного флота, где как раз я ебашил спирт технический для промывания авиационной детали, неразбавленный, давал всем поебальнику, ну и огребал тоже немало. И, в общем, прошел полный, многолетний курс полной русификации, полной, абсолютной русификации. Количество выпитого технического спирта измерялось канистрами 20-литровыми, количество выбитых зубов уже счет я потерял. Нет, я в течение одной секунды отбросил от Евгии, сел в самолет и ехал в Израиль. И сейчас чувствую себя абсолютно евреем, одеваюсь как еврей. Не пью никакого одеколона, БФ-а и технического спирта, пью только израильские родные вина. Конечно, я стал евреем, я кушаю баранинку, запиваю красным вином и никого не бью поебальникам тогда. Крест, снежная такая равнина и крест покосившийся. Фильм Андрей Рублев, конечно.